Детям о взрослых, взрослым о детях Сегодня вместе с Аней Косаревой, ведущей рубрики «Странствия музы», мы побываем в музее и познакомимся с самым его сердцем – музейным фондом, хранилищем. А сейчас мы попадаем в святая святых галереи. Это фонды. Никакой музей не мыслит без фондов, поэтому, пожалуйста, прошу. Пределение музейного фонда довольно сложное. Музейный фонд – это совокупность памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, находящейся в ведении музеев, постоянно действующих выставок, научных учреждений и учебных заведений. В музейный фонд входят такие коллекции и отдельные предметы, которые мы не можем видеть на постоянной экспозиции, собираемые различными экспедициями и имеющими музейную ценность. Фонды насчитывают более 400 работ. Что сюда входит? Это живопись, выполненная маслом, это рисунок, выполненный в мягких материалах или это карандаш, и также работы, выполненные в технике и темперы. Вот именно в этом помещении и хранятся те картины, которые мы не видим в залах галереи Виктора Иванов и земля Рязанская. Это интересная работа, это кропотливая работа, требующая терпения, наверное, любви, выдержки особой. Вот такая работа фондов. Интересно, а должны ли быть какие-нибудь особые условия для хранения таких вот произведений искусства? Вот такие специальные стеллажи, где мы храним живопись. Живопись разложена, как удобно для хранителя, чтобы достать, посмотреть. Живопись имеет каждый работа свой инвентарный номер. Графику мы храним в драйверах. А как выглядят драйверы? Вот, допустим, в этом ящике у нас хранятся небольшие рисуночки, маленькие. Они переложены специальной папиросной бумагой, чтобы не терлись, потому что материал мягкий и могут быть повреждения. Поэтому они вот так вот хранятся в таком виде. Ну и листок-опись. А как найти то или иное художественное произведение, которое находится в хранилище? В числе документации музейного хранителя имеют все-таки рабочие каталожные карточки, которые хранятся в очень удобном каталожном ящичке. Вот это вот выдвигается. И мы каждую можем работу здесь найти, прочитать ее номинование, прочитать размеры, технику, в чем она как выполнена и номерные данные. Поэтому работать с такими карточками удобно. Если что-то нужно быстро найти, мы можем обратиться сюда. Есть ли в хранилище какие-нибудь предметы, кроме картин? Вот такая шапочка. Это так называемый сборник. Сборник – это специальный головной убор, который шился на свадьбу. Женский свадебный головной убор и передавался из поколения в поколение. Вот, как вы посмотрите, можно это из натуральных. Тут холщевая ткань, это атлас. Вот именно такие шапочки в Спасском районе были в свое время модные и популярные. В одной из наших следующих передач мы с вами более подробно познакомимся с галереей Виктор Иванов и Земля Рязанская. Пожалуй, самое яркое воспоминание с детства – это игры. Какое их было огромное количество. Прятки, салки, гоночки. А давайте теперь почитаемся, что сейчас из игр любят дети. Я очень люблю играть в прятки. Но больше всего я люблю шашки играть и на компьютере заниматься. Пазлы собирать очень любят. На 37 пазлы сам уже собирает. Паркинг у него есть. Ну, естественно, машина у нас. У всех, наверное, у мальчиков любимые. Даже он тоже пазлы в компьютерные игры уже играет. Книжки любит читать. Афавит. В ковке. В ковке? А еще во что любишь играть? В ковке. А как в ковке играешь? Я люблю в ковке тоже в ковке. А как в ковке играешь? А я очень быстро еду, как машина. Футбол. А кроме футбола что еще любишь? Баскетбол. То есть спортивные такие игры? Футбол и баскетбол. Спортсменов хочешь стать? Мы любим играть на пианино, любим петь песни. Любим играть, плато, все сказанное с морской темы. Плавать много и рисовать. И в мячик играть, и в конструктор играть. Магниты собираем. Есть такая игра. Здравствуйте. Вы смотрите передачу Фрэш. Рубрику «Уроки юной леди». С вами Мария Александрова. Я приглашаю вас на удивительную художественную выставку. В нашем городе, в галерее Палитра, открылась выставка «В начале было детства» детской творческой студии «Калибри». В детских работах совсем нет еще никакой техники, но зато очень ярко и чисто передаются эмоции. Почему, собственно, вся выставка еще такая жизнерадостная? Здесь очень много работ маленьких детей. В этом году студия отмечает десятилетие. Всего в ней обучается 120 человек в возрасте от 5 до 15 лет. В экспозиции более 50 работ ребят разного возраста. Работы, которые вы видите, очень хорошо показывают то, что умеют воспитанники этой студии. У старших ребят уже видна практически профессиональная техника. Некоторые работы, ну вот, например, батик, если не говорить, что это детская работа, ее совершенно спокойно можно на профессиональной выставке представить. Творческая студия «Калибри» раскрывает творческий потенциал совсем еще маленькой личности и помогает увидеть прекрасное вокруг. С помощью кисточки и карандаша это очень просто сделать. Дети учатся мечтать, верить в сказку и сочинять ее. На выставке в галерее арт-салона «Палитра» можно увидеть изделия из папье-маше, картины из пластилина, графику, живопись и батик. Ребята, а вы когда-нибудь слышали о такой технике, как папье-маше? Если нет, тогда я вам сейчас о ней расскажу. Папье-маше от французского слова, которое в переводе означает «жеваная бумага». Это легко поддающиеся формовке масса, получаемая из смести волокнистых материалов бумаги, картона с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и так далее. Из папье-маше делают муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, театральную бетафорию, шкатулки и так далее. В отдельных случаях даже мебель. Куклы, которые делают ребята в технике папье-маше, можно увидеть в нашем Рязанском театре кукол. Кроме того, они участвуют в одном спектакле. Вот такие вот чудесные куклы с бумаги делают совсем еще маленькие ребята. Выставка будет открыта до 22 апреля. Галерея работает ежедневно с 10 до 20.00. Вход бесплатный. Теперь давайте посмотрим, как создаются все эти художественные произведения. Самое главное – доводи до конца. Вот до конца. Давайте чуть попроще начнем. Сверху. Интересно, а насколько нравится это все ребятам? Ну вообще мне очень нравится рисовать, так как я хожу давно. У меня вообще очень много разных тем. И за 8 лет я уже почувствую очень много перепробовала. И рисуем карандашом, краской мы много рисуем. И у нас еще там мы шьем. И так далее. На студии Калибри я занимаюсь уже около 3 лет. Вот. Я очень люблю жиропись. Потому что считаю это самым, наверное, эмоциональным. Самым эмоциональным техником. Самым интересным. Я занимаюсь года 3. А что ты хочешь всего лишь рисовать? Ну, я в пизаже. Хожу в студию 4 года. Я в этом году заканчиваю. А что ты рисуешь сейчас? И как у тебя это получается? Бабочку. Я только ее начала рисовать. И я помню, хорошо получается. Тебе нравится эта студия? Да. А ты здесь каких-нибудь друзей нашла? Нет, пока. Мне бы хотелось представить вам руководителя и идейного вдохновителя детской изобразительной студии Калибри. Студия у нас существует 10 лет. В этом году у нас юбилей. А в этом году мы решили попробовать очень интересную технику. Технику росписи под камни-батик. И вот решились даже дать это самое маленькое. Потому что в прошлом году старшие попробовали, все получилось до утра. А вот маленькие, от них требуется такая недетская дисциплина, чтобы обвести точно контур, чтобы рука не дрогала, чтобы резерв у нас не выдавился и клянцу не образовал. Ну вот, если вы были на выставке, вы видели, что результаты очень хорошие. Даже у пятилеточек у нас все здорово получилось. А кто может заниматься в студии? Дети прирастают, пускают корни и уходить не хотят. Поэтому у нас это переросло уже в художественную школу. Вот у нас есть история искусства, все те предметы, которые в художественной школе. Сейчас мы сможем пройти к старшему? Смотри, что они делали. Да, конечно. Сейчас у них урок живописи. Они осваивают азы академического мастерства. Это трубка, потому что если маленькие, вот сейчас мы посмотрели, они работают на плоскости, то здесь мы преодолеваем вот это двухмерное пространство, прорываем и делаем глубину. Ну и еще цвет. Мастеровитно сделать колорит, это тоже, это сложно. Поэтому мы работаем, вот многие сейчас, вы увидите, работают на очень маленьких листочках, где достаточно три отношения цветовые найти. Надо лучше увидеть, чем сто раз услышать. В следующий раз я тоже посещу занятия в художественной студии «Калибри». Тем более это таинство, когда капаешь краситель на ткань, он совсем иначе себя ведет, как даже с акварелью сравняется. Краска растекается на ткани, очень приятно. То есть это просто для детей это магический процесс. А если добавляется еще, это вот происходит соединение на глазах. То есть это волшебство. На сегодня это все. Передача «Фрэш» подошла к концу. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова